Это все прокси-структуры и ЦРУ, и ПИ-6, и многих других разведок западных стран. Режим Зеленского и говорящие головы режима Зеленского, в том числе и Пан Подоляк, это администраторы вот этого конфликта, который управляется из океана. Стоимость человеческой жизни там, в Украине, для них она дешевле, нежели просто использовать их в народ. И поэтому, с учетом массовых потерь, как и среди частной военной компании Флог НАТО, которая по недоразумению еще называется «Ворожок из Украины», ну и, конечно же, вот этих подразделений, в которых набирали предатели русского народа, предатели белорусского народа и так далее, они все несут потери. Тут ситуация такая, что западные страны просчитают, что очень возможен такой военный ворот, и они подготовили уже для того, чтобы возглавить возможный переворот уже своего, так сказать, свадьбиного генерала. Дмитрий, здравствуйте. Приветствую вас. Хотелось бы обсудить с вами такую тему. Вот недавно в наших СМИ появилась информация о том, что в Киеве, в Академии наук, собрались наши так называемые беглые, то есть те, кто после известных событий 20-го года сбежал за рубеж. И что интересно, на этой конференции среди организаторов, в том числе, были названы такие украинские спецслужбы, как ГУРМО и СБУ, всем известные. И на этой конференции речь шла о том, что, ну, пора бы, наверное, вот этим беглым перестать говорить и переходить к каким-то активным действиям. В частности, к тому, чтобы, ну, наверное, попытаться устроить вооруженный переворот в Беларуси. И высказывалось такое мнение, что это может быть выгодно Украине, открытие вот этого второго фронта на белорусско-украинской границе. А как вы считаете, для чего им нужен второй фронт, если, ну, они даже на первом откровенно не справляются? Здесь нужно понимать, в первую очередь, тот факт, что и СБУ, и ГУРМО, это, получается, под контролем, которое вот в Буданово находится, вот, организация, это все прокси-структуры и ЦРУ, и МИИ-6, и многих других разведок западных стран. Это вот нужно четко понимать, и без их согласования они, естественно, ничего не делают. И нужно также понимать, что когда в 2020 году была попытка госпереворота, западные страны, когда все-таки пытались антиконституционным путем все-таки свернуть законно избранную народом власть, то тогда, конечно, именно западные службы стояли за всеми процессами. И сейчас мы видим, что ничего не поменялось. Здесь нужно понимать, что война идет такая цивилизационная больше, и то, что происходит сейчас в Украине, это просто яркое тому подтверждение, потому что русофобия, которая сейчас там просто тотальная и повальная, и вот взращивание вот такой откровенной ненависти абсолютно адским народам, это, конечно, отличительная среда англо-санкционской политики в Украине сейчас. Ведь обратите внимание, что подходы западных служб к украинскому народу и к таким вот предателям белорусского народа, в принципе, одинаковы. Сейчас предатели украинского народа воюют против, опять же, украинского народа, который в рядах русской армии сейчас, конечно же, старается вернуть нашу землю и выгнать натовские повси войска с нашей семьи. И точно так же с предателями белорусского народа, натовское управление, я тому свидетелем, когда ко мне многие военные обращались и перекруст от колокола и говорили о том, что то, что сейчас происходит в армии, это, конечно, абсолютно непонятная история, потому что всех офицеров среднего страна возили в бой страны НАТО, и те офицеры, которые условно присягали западную страну, удалось завербовать тех офицеров, которые были везде, а кто были офицеры, которые были все-таки за украинские народы, и которые были в другие присяги, а присяги четко написаны, присяги от безурунскому народу, не Компуту, Зеленскому, какому-то натовскому офицеру. И в этом плане вот этих солдат, этих офицеров отстраняли максимально от отсутствия, не давали им возможности вообще влиять на какие-то процессы. И таким образом, конечно, мы видели, что когда началась специальная военная операция, которая не подразумевала какой-то массовый бой или серьезные войсковые операции, а подразумевала конкретно уничтожение вот этой прокси-стройки, государственной напыски, которую создали американцы за 28 лет. В нашей стране вместо этого мы, получается, в реальности увидели действительно, как западные страны, пользуясь и управляя вооруженными силами Украины, по сути, довели ситуацию до реально полноценной войны. И поэтому здесь нужно понимать, что подход западных стран к украинскому народу, к белорусскому народу, к русскому народу, он не изменится. Обратите внимание, что делают все эти батальоны там с россиян, точно так же мы видим, что русов делают такие же батальоны и ведут активную вербовку этих людей. Вот там всякие вот полки там всяких там в Кусей-Калиновских и так далее. Но вербовка получается не очень активной, потому что на этом мероприятии, насколько я понял, было около 80 человек из 300 заявленных. Да, да, здесь речь идет о том, что мы видим, что часть, очень большая часть, которую хотели все-таки натовские спецслужбы подготовить к тому, чтобы они реально вели боевые действия на территории Беларуси, то они решили, так сказать, подкопить боевой опыт у этих всех персонажей и решили задействовать их в боях с русской армией. Конечно, много из этих персонажей просто уже погибли, потому что объективно это же не просто тренинг, это реальная война, и в этом плане это суровая реальность, так сказать. И поэтому с учетом массовых потерь, как и среди частной военной компании блок НАТО, которая по недоразумению еще называется «Воруженность Украины», ну и, конечно же, вот этих подразделений, в которых набирали предателей русского народа, предателей белорусского народа и так далее, они все несут потери. И, понятное дело, те персонажи, которые наблюдали это, которые с многими там общались, знали этих людей, которые взяли оружие руки и пошли воевать против своих, то, конечно, они вот, по счету количества гробов, они не особо не горят желанием присоединиться к этим всем нездоровым инициативам. Вот. И, конечно, уже гораздо более степически относятся к нарративам западных спецслужб, то, мол, давайте воюйте и так далее. То есть эти все параметры, они тоже, опять же, четко говорят о том, что западным спецслужбам нужны новые, так сказать, рекруты, и поэтому сейчас вот они проводят такие мероприятия для того, чтобы вот обеспечить некую такую вот эфемерную политическую легитимность, так сказать, всех вот этих вот предателей белорусского народа, и в этом плане это абсолютно четко можно усадить на этом мероприятии. И, конечно, главный их тезис, что давайте воюйте с Белоруссией, это, конечно, выгодно, понятно, не белорусскому народу, но конкретно западным спецслужбам, которые видят в Белоруссии просто гигантское количество ресурсов, предприятий, образованный народ, и объективно это вот теостратегическая такая территория, которая представляет очень серьезный интерес западным странам, потому что ведь в трактате даже Сунь-Зы, 7 тысяч лет написанного назад, если не ошибаюсь, там четко написано, что главное разрушить союзы, ну а, как известно, союз русского народа, русского народа, это очень прочная основа и гарантия безопасности. Опять же, насколько я понял, из вот этого замысла вооруженного вторжения, которое они обсуждали, они, вот этот вот полк Калиновского, так называемый, они будут не более чем пушечным мясом, потому что под их флагами позже вполне могут войти украинские боевики или вообще натовские боевики. По-моему, замысел был примерно такой. То есть воевать они особо не будут, это просто будет пушечное мясо, которое пойдет в первых рядах. Мы наблюдали очень похожую историю с различными подразделениями, которые типа из россиян набраны по факту, там было 10-20 предателей русского народа, а все остальные были поляки, литовцы, эстонцы, немцы и так далее. То есть здесь чисто будет такая же история, мы будем стараться взять 10-20 предателей, которые более-менее что-то говорят на камеру, ну а дальше тех вот солдат, которые за ними стоят, эти персонажи вообще не будут на белорусском языке, не на русском языке. Это будут конкретно уже натовские кадры военные, которые по делу в так называемой командировке находиться будут на той территории, с которой они будут пытаться, вернее, будут пытаться совершить некий прорыв. Почему? Потому что очевидно, что сейчас западные страны не важно, что это квадратный километр белорусской земли, чтобы под этим контролем, чтобы создавать пластам. И такие планы на самом-то деле это абсолютно реальная история. Единственное, что их останавливает, так это то, что у Беларуси все-таки как-никак запрещали, есть и Россия, есть и ОДКБ. Эти все-таки все характеристики не дают пока еще возможности горячим головам координата все-таки понять неадекватное решение и похоронить на этом пути несколько тысяч своих боевиков. Мне вот знаете, что больше всего непонятно в этой ситуации? Ведь Беларусь-то очень многое сделала для Украины. Когда конфликт еще пылал только на Востоке, предлагались минские соглашения, переговорные площадки. Когда конфликт стал масштабнее и началась СВО, опять же, предложили переговорную площадку на своей территории. Если я не ошибаюсь, два раунда переговоров провели. Откуда такая неблагодарность у Киева в ответ на такие шаги со стороны нашего политического руководства, как вы считаете? Дело в том, что здесь мы, конечно, видим, что на практике Беларусь и белорусский народ всегда идут навстречу украинскому народу и, самое главное, интересам украинскому народу, потому что вместе и в взаимовыгодном существовании мы гораздо сильнее, нежели порознь. И в этом плане, конечно, если говорить за безвлияние извне, то, конечно, эти все ситуации сохранялись. Ведь аналогичная ситуация была у Украины с Россией. Россия под десятилетиями делала гигантские скидки на газ, на нефть. Были всевозможные торговые преференции, предлагалось вступление в экономическое пространство, в Российский союз и так далее. И действительно, украинская экономика, она жила во многом, и выживала в террористическом западном мире, именно благодаря тому, что опиралась на высокий уровень операций. И, конечно, рынки сбыта украинской продукции в основном была и Беларусь, и Российской Федерации. И когда мы видели, что уже с 2014 года был захват власти в западных странах в Украине, вот такая гибридная оккупация произошла, когда флаги, герб и гимн остались не нахвы, вот такие же, а вот уже наполнение было абсолютно другое. То тогда мы, конечно, видели, что делались шаги, которые напрямую наносили вред конкретно украинской экономике, конкретно украинской государственности и конкретно украинскому народу. И в этом плане мы видели, что эти шаги были абсолютно иррациональными, и в первую очередь по причине того, что руководство и, собственно, контроль над государством и над принятием ключевых решений уже тогда был у западных стран. И поэтому говорить о том, что западные страны действовали бы в интересах украинского народа, это из мира фантастики. Они, конечно, действовали в своих интересах, и им нужно было из Украины как можно скорее сделать подконтрольное государство, которое можно использовать как плацдарм для боевых действий, ну а украинский народ как пушечное мясо. И, в принципе, этот план был реализован. Именно поэтому мы наблюдаем, когда и Российская Федерация, и Белоруссия пошла на встречу, предоставив площадку, и максимально сделать все возможное, чтобы мирный процесс в Украине закончился каким-то умиротворением и отказом от гражданской войны. То есть в этом плане, конечно, мы видели шаги на встречу, а вот все-таки за счет того, что был очень жесткий уже контроль за границей, была, по сути, гибридная оккупация, никакая новая форма оккупации в формате 21 века, то, конечно, мы видели абсолютно неадекватные действия власти, которые примут вреды украинскому народу, украинскому государству. И как следствие, сейчас видим, что украинское государство, дефакт, закончило свое существование, и сейчас мы наблюдаем об обломке этого государства, которое было ранее. И, конечно, полный контроль из западных стран, и это было очень видно по заявлению главы партии Суферного народа, самый большой, Дэвид Арахами, который заявил, что в Турции, когда велись переговоры в начале конфликта, просто приехал Борис Джонсон и сказал, давайте будем просто воевать, и в нижнем случае ничего подписывать. То есть по факту приказал, по сути, оккупационной администрации, в Украине, в главе Зеленским, просто ничего не подписывать в отношении мирных процессов, просто воевать. И сейчас это просто воевать, и мы скушаем сотни тысяч погибших, сотни тысяч раненых, и это, конечно, ну, мягко говоря, не в интересах украинского. Вот вы сказали, что от Украины уже, можно сказать, от когда-то большой богатой страны остались сейчас обломки фактически, но что еще непонятно, так это то, почему они желают того же другим. Вот, например, советник главы офиса Зеленского-Подоляк сделал такое заявление, я сейчас точно его не процитирую, но мысль была примерно такая, что Беларусь и Украина должны вместе стремиться к общему европейскому будущему. Ну, чего стоит это европейское будущее? Мы видели и продолжаем видеть сейчас. Тут вопрос в другом. А какое дело вот этому вот подалеку до того, что происходит в соседней, суверенной стране, и до того, какое у нее будет будущее? Здесь нужно понимать, что режим Зеленского и говорящий головы режима Зеленского, в том числе и Пан Подоляк, это администраторы вот этого конфликта, который управляется из-за океана. Конечно, одна из целей вот этих администраторов конфликта, которые просто администрируют этот плацдарм в Беларуси и в России, это, конечно, вести активные, в том числе, боевые действия и, конечно же, сопровождать политические процессы, которые смогут, так сказать, прикрывать все вот эти попытки, по сути, захвата белорусской земли и порабощения белорусского народа. Поэтому такие заявления, они, я вас уверяю, будут и дальше происходить, потому что, как только планы по различным формам оккупации или атаки будут пытаться реализовывать натовские руководители, то я вас уверяю, что и подоляк, и спикеры, которые там сидят на зарплатах и обслуживают интересную спецслужбу, они точно так же прям с утра до вечера будут рассказывать за то, как у них там душа и сердце болит за белорусский народ, за свободу и демократию в Беларуси. Это будет просто левшая информационная такая подготовка и ведение о том, что мы видим. Здесь нужно к этому нормально относиться. Это в любом случае будет. Это, как сказать, естественная среда, с точки зрения такой деградирующей ситуации и к этому нужно быть просто готов. Вы говорите, рассказывать, как у них душа болит за белорусский народ. Ну, мы-то прекрасно видели, как у них душа болит за белорусский народ. Вот сколько диверсантов, которые работали на СБУ, было отловлено на нашей территории за этот год, которые готовили откровенные теракты на железных дорогах, например. Ну, это очень странная боль за белорусский народ, на мой взгляд. Здесь у них же риторика абсолютно не меняется. Изначально, когда Зеленский шел в власть, он рассказывал о том, как он мир сделает там за несколько суток. Он рассказывал за то, что русский язык притеснять не будет. Сейчас, как мы видим, война идет полноценная. Сейчас штрафы введены за русский язык даже в сфере обслуживания. То есть такого просто представить себе даже невозможно. Но, тем не менее, штрафы сейчас люди вынуждены платить, потому что есть специальные языковые патрули, которые следят за применение русского языка и в делах конкретно. Это террор, конкретно уничтожение экономики, репрессии политические и так далее. То есть вот это действительно факт. Ведь в Украине, как вы знаете, как только начался процесс по муку и правильным действиям, сразу запрещены вообще все. СМИ просто запретили, собрали лицензии, разогнали и так далее. Вот арестовали журналистов. Если говорить за политические партии, запретили абсолютно всю оппозицию. Вот вообще все оппозиционные партии, которые хоть как-то угрожали действующим промерканскому режиму, абсолютно все запретили. И это все, я вас уверяю, и западные страны, и Соединенные Штаты Америки, все называют демократическими процессами. То есть вы понимаете, то есть те люди, которые декларируют в своих установленных документах о том, что, знаете, там сила многообразия, как в Союзе, как в Туману. Но про какое многообразие про демократию нужно говорить, если по факту они сейчас сконсируют деньгами и оружием, и боеприпасами, режим Зеленского, который запретил вообще всю оппозицию, даже отказался проводить выборы, даже с учетом запрета полной оппозиции. То есть это вот такой полноценный диктатор, реальный, который отказался вообще от всей политических просудов. Он запретил всю оппозицию, потому что выбор без выбора по факту реализовался бы. И тем не менее, вот даже этого всего нет. Мы видим, что абсолютно вот слова, они не соответствуют действительности, и политика двойных, тройных стандартов, и конкретного классика жанра, режима Зеленского и всех вот этих называемых оппозиционных сил Белоруссии, которые там за границей все это делают. Ну и, конечно же, Россия. Еще одно такое, во многом, наверное, неожиданное событие, это убийство в Подмосковье экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Ну, пока идет расследование, рано о чем-то говорит, наверное, но многие уже усмотрели в этом так называемый украинский след. А как вы считаете, кому может быть выгодна смерть вот этого человека? Если мы посмотрим, как действовали западные спецслужбы в Сирии, например, и в Украине, мы просто можем провести параллель и террор, политические убийства чиновников, представителей там, депутатов и так далее. То есть это классика жанра работы в МИИ-6, в МИИ-43. И в этом плане вот такое вот показательное вот уничтожение лидеров мнений, политиков, которые не боятся высказываться с точки зрения, это конкретно их почерк. Выгодно с их точки зрения, это, конечно же, им, потому что у них логика такая, что, мол, все остальные лидеры мнений, они должны испугаться и замолчать, и изменить свою позицию, и не перечить петиции там США и Британии. Но единственное, что они не учли в этих всех своих расчетах, это то, что мы, по сути, с маяцкой народом, с нами такое не работает. Речь идет о том, что, может быть, это где-то и в других, там, в Латинской Америке это еще где-то как работало, как бы, там они отрабатывали все эти техники террора и так далее, когда неизвестные структуры, там, различные, типа националистические, творили беспредел. Но у нас такое не пройдет, и несмотря на вот такой вот террор, на самом-то деле уже мы видим, что в России, в Украине и Белоруссии адекватное здравое общество уже перешло к пониманию того, что идет полноценная война. Да, она гибридная, да, и она, так сказать, не классическая, так сказать, еще там, экономических параметров и так далее, потому что там очень важный экономический, также, в том, в 21 веке. Но уже у людей есть четкое понимание, что с той стороны, со стороны США, Британии и некоторых стран Евросоюза, там действительно враги, которые настроены на полное уничтожение суверенитета государств, которые настроены на полное уничтожение экономики, на эксплуатацию жесткого населения. И в этом плане уже война постепенно выходит на вот такой вот уровень понимания широких масс, то, что действительно на нас уже многие десятилетия идет самая настоящая такая агрессия. И противодействие этой агрессии уже включилось и будет эта история только нарастать. И что бы они ни делали, кого бы они ни пытались запугать и так далее, вот это будет просто приводить к тому, что все больше и больше людей будут просто анализировать и приходить к выводу, что да, действительно, нам нужно защищаться. И если все-таки мы себя не защитим, нет, у нас никто не защитит, и в любом случае нужно делать все для того, чтобы поскорее полностью отличить наши земли, в том числе и, конечно, земли украинские, которые сейчас находятся, по сути, под натовской гибридной оккупацией. Что самое интересное, обратить это внимание на реакцию стран Запада, например, ну или реакцию властей Украины, ну, в частности, Запада, где вот постоянно говорят о ценности человеческой жизни, о правах человека, о свободе мнений, но когда случается такое, почему-то с той стороны мы наблюдаем только молчание. Почему же вот многократно американские политики, европейские политики, они говорят, что ценность жизни американского солдата, немецкого солдата, она гораздо выше межлиценность жизни украинского солдата, поэтому гораздо выгоднее им сейчас финансировать боевые действия через частную военную компанию и блоконата в виде вооруженных сил Украины, потому что стоимость человеческой жизни там, в Украине, для них, она дешевле, нежели просто использовать их народ. Они-то, собственно, и своих могут использовать, но очень-то с финансовой точки зрения, затрат и потом проблем в обществе, они все-то понимают, они все-то просчитали, поэтому они в этом плане чисто так цинично подходят к этому вопросу и говорят о том, что ну так извините, там пушечное мясо, там дешевое, открытым текстом говорят, и поэтому, собственно, эти все процессы, ну, мало того, это все повторяет конкретно и режим Зеленского, и сам Зеленский, когда приезжал по себе деньги в очередной раз, он-то акцент ставил на чем, что в любом случае, если сейчас перестанут умирать украинцы за интересы в Соединенных Штатах Америки, за безопасность в Соединенных Штатах Америки, тогда придется умирать европейским различным там солдатам, немецким, польским, американским и так далее, то есть это говорится прямым текстом, это я к тому, что вот уровень террора сейчас в Украине Зеленского настолько высок, что они не стесняются даже говорить, понимая, что любую протестную активность, даже на уровне военных частей, они готовы подавить, и у них это есть необходимый ресурс, потому что уже давно стало известно, что еще в 2022 году в сентябре месяце вот с инициативой депутата Грина Родова партии Зеленского Марьяны Кузбулы конкретно было принято закрытое такое вот закрытое постановление Верховной Акады комитета обороны подписано спинтерами Родовой радости Кузбул и, конечно же, Зеленским это закрытое постановление, но подразумевает существование и формирование заградительных отрядов из поляков, из других наемников, ну и, конечно, из ультранационалистов, которые должны стрелять спинку украинских солдатам, когда они отступают. То есть вот в этом собственно и вся суд всей вот этой притворики и вот их модель управления в принципе вот сейчас всеми процессами в Украине чисто через террор, через оружие и так далее по-другому они просто не умеют. Вот то, о чем вы сейчас говорили о том, что ценность украинского солдата для американцев гораздо ниже, чем ценность их собственных солдат очень красноречиво подтверждают тот факт, что Бен Ходжес, экс-командующий группировки США в Европе, он же заявил о том, что Америка никогда бы не отправила своих солдат в наступление, если бы у них не было превосходства в воздухе и не было бы достаточного количества инженерной техники. То есть американских солдат она бы не отправила, а вот украинских вполне можно отправлять и без превосходства в воздухе, и без инженерной техники прямо на минные поля российской армии. В этом плане здесь ничего нового. Это, в принципе, американский генерал подтвердил, так сказать, слова и американских политиков, и европейских политиков, да и, в принципе, говорящий голов Редома Зеленского. В этом плане это просто суровая реальность, которая очень и очень неудобна для многих украинцев, которые по своей глупости верили натовской ваганде и пошли воевать как они думали за украинскую землю, за украинское государство, за зависимость, за свободу и так далее. А в конечном итоге сейчас до этих всех людей доходит грустно и очень-очень строго. Реальность оказывается, за это они не воевали, за то, что лучше перечислили. Они воевали конкретно за интересы Байдена, Шольца, Макрона, Сунака, но не за украинские народы. То есть тем, кому они присягу давали, вот за них они не воевали. Не за украинское государство, они воевали за всех этих персонажей. И факт того, что с американского бюджета они получают зарплату, это просто ярко в этом свидетельство. И, конечно, многие люди на осознании этого факта сейчас, конечно, кончают жить самоубийством и ломаются, в принципе. Конечно, мотивация этих людей сейчас там находится на политическом уровне. И вот осознание этой ситуации это на самом деле очень и очень жесткий удар. И в этом плане очень хорошо, что сейчас это осознание до многих уже наконец-то дошло, потому что вся пропагандистская мишура уже настолько исчезла, выветрилась, развеялась на фоне вот этих красноречивых заявлений Зеленского и Пайдена и европейских политиков, и танцких и откровений американских вот этих генералов. Так что здесь нужно просто делать выводы, конечно, и все-таки уже определяться, что нам нужно объединиться в первую очередь, как было и раньше, многократно в нашей совместной истории, что только вместе мы сможем действительно стать сильными и экономически и в плане достатка и социальным стандартам и технологически и в этом плане чем быстрее до вот низшего звена вооруженных сил Украины отойдет и процесс все-таки воссоединения ускорится, тем, собственно, быстрее, конечно, будет мир на нашей земле. То есть вы полагаете, что все-таки чтобы это наступило, в первую очередь рядовые солдаты должны понять, что их просто используют как пушечное мясо в своих геополитических играх, те же американцы или европейцы. Но в таком случае, наверное, остается только такое развитие событий, как военный переворот в Украине. Разве нет? Или каким образом это будет происходить? Тут ситуация такая, что западные страны просчитали, что очень возможен такой военный переворот, и они подготовили уже для того, чтобы возглавить возможный переворот уже своего, так сказать, свадебного генерала. Фамилию этого персонажа, как мы знаем, тут. Говорящая голова очень способная, умеет читать на польском языке, даже этого персонажа хорошо надписировали. И в этом плане сейчас, конечно, его держат всегда на подстраховке, потому что если обратный эффект пойдет, то конкретно возглавить все вот эти процессы уже обозначены, что конкретно должен панцовуть. И по факту здесь, конечно, понимать должны, что перемены мест, хватит в борделе, сумма не поменяется. И в этом плане, чтобы действительно что-то поменялось, конкретно эти планы все нужно разрушать. И поэтому здесь, я думаю, будущее за тем процессом, чтобы подразделения вооруженных сил Украины, которые все-таки понимают, что они выдавали присягу украинскому народу, чтобы они переходили на сторону русской армии и вливались в русскую армию, как это было в принципе многократно в истории, опять же, Бардана Хмельницкого и так далее. И вот тогда, когда уже, получается, будут рваться, в том числе и из этих подразделений, боевые части, так сказать, уходить банально с фронта на сторону украинского народа и русской армии, вот тогда действительно может произойти вот именно этот эффект домино, который западные страны не смогут никак просчитать и никак предотвратить. Тогда они, естественно, вынуждены убежать с Украины и с Афганистаном. Да, вы упомянули пана Залужного и действительно в последнее время ну, как-то особенно много новостей появляется о том, что у него в отношениях с Зеленским возникают какие-то напряженности, я уж не знаю, насколько это соответствует действительности, но в СМИ такая информация появляется и отравление Шины Буданова можно вспомнить, например, недавнее, уж не знаю, было оно, не было, о чем все это говорит, как вы считаете, вот такие вот заявления, сообщения. Здесь нужно понимать, что администраторы этого конфликта, они понимают риски, возможные бунта в украинском обществе, и они также понимают, что этот бунт возможен только благодаря военным, которые в руках оружие, любая другая социальная группа она будет подавлена теми же самыми военными силовиками. И поэтому они, конечно, готовят план Б на этот случай. И поэтому они сейчас не диктят, в первую очередь, делают фигуру заложенного, некого такого персонажа, который против Зеленского, против использования этих всех иммунных контрнаступлений, неких штурмов и так далее, украинских солдат, и делают из этого персонажа некого защитника и украинских солдат. Хотя этот персонаж просто на самом деле выполняет функции свалебного генерала, потому что, как мы знаем, и контрнаступление, вот это летнее, которое провалилось с треском, и многие другие операции, и вот мясное форсирование неправы поселка Крымки, это все операции, которые не в Украине и не заложены. Конкретно как раз разрабатывались Пентагоном, конкретно этими личными генералами, ну и реализовывалось уже конкретно через среднее звук офицеров, которое присягнуло им на верность. А все заложены и прочие персонажи, да, они раздают интервью в заграничном СМИ, да, они ездят по награждениям и так далее. Только вот представьте себе, что, например, командующий советской армией времена Великой Отечественной кому-то ездил, там, интервью раздавал, да его бы там, не знаю, уже обстранили давно за такую глупость, потому что есть свои прямые обязанности каждой минуты этого генерала на это очень серьезная ответственность. А мы видим, что сейчас Кост формально используют все нужные там еще несколько персонажей, просто как мединьи фигуры для того, чтобы они на себе аккумулировали некие народные надежды. Ну и, конечно, когда сейчас есть ситуация, когда идет с переворотом, когда ситуация критическая точка, весь этот негатив они будут, конечно, аккумулировать в Зеленском, ну и выдвинуть на поле, конечно, следует залужного, который будет, конечно, на первых порах обещать горы, святая будущее, мир, а в конечном итоге это будет опять же просто говорящая голова американского посольства и четко будут выполняться все приказы, которые исходят за океаном. Ну, как-то исходя из ваших слов, совсем неутешительный прогноз получается для Украины, то есть если сменить одну говорящую голову на другую, Зеленского на Слушного, ничего не поменяется, то есть украинцев также будут хватать на улицах, также будут вручать повестки в очередях. Не так же, не так же, а еще более жестко. И звучит неутешительно совершенно. Здесь единственный выход из этого всего, так это солдатам вооруженных сил Украины все-таки переходить на сторону украинского народа и русской армии. Не сдаваться в плен. Это отдельная история, которая там должна идти параллельной, а против тех, которые действительно воюют, и решили воевать против это, с пленом, это отдельная история, а конкретно переходить на сторону украинского народа и русской армии. И с учетом того, что если нет в руках мое викступление, нужно проходить с рецид Hok bunu фильтрации, понятное И если действительно подтверждается, что они не причастны к преступлениям, к расстрелам жителей и так далее, то они должны иметь абсолютно полное право присоединиться к русской армии и к нашим дедам и родителям вместе в процесс нацистской нечисти. Будем надеяться, что такого плачевного исхода в Украине все-таки не будет и как-то это разрешится не до последнего украинца, как об этом часто говорят. А вам, Дмитрий, спасибо большое за это интервью и за ваши интересные и развернутые рассуждения. Добро, счастливо. Добро, счастливо.